Госслужащих реже стали привлекать к дисциплинарной ответственности. На заседании Совета по этике рассмотрели итоги работы комиссии госорганов за 2022 год. Подробности в репортаже. 828 госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности в прошлом году. По сравнению с позапрошлым годом это снижение на 11%. В результате анализа данных также удалось выяснить, что на 71% снизилось количество привлеченных за дискредитирующие проступки. Установлено, что в местных исполнительных органах дисциплинарная ответственность чаще привлекают сотрудники, занимающие руководящие должности. В территориальных подразделениях центральных государственных органов дисциплинарная ответственность чаще привлекают сотрудники, административные служащие, занимающие исполнительские должности. Также по сравнению с 2021 годом в текущем году количество досрочно снятых дисциплинарных взысканий увеличилось на 7%. Чаще всего в прошлом году снимали досрочно дисциплинарные взыскания в администраторе судов, аппарате Акима Абайского района и города Караганды. За нарушение норм служебной этики в прошлом году привлекли по области 20 госслужащих. Мы понимаем, что нарушение – нарушение рознь. И дисциплинарные взыскания. Да, иногда за отчетность просто вовремя не сдал. И совсем другое – этические нормы или дискредитирующие нормы. Кстати, госорганы ежеквартально предоставляют отчетные сведения по наложенным дисциплинарным взысканиям. Однако в департаменте по делам государственной службы нашли несоответствие в представленных данных. Департаментом проанализированы представленные материалы дисциплинарных комиссий государственных органов. Установлены факты процедуры нарушения рассмотрения ответственности государственных служащих. В аппарате Акима города Темирта установлен факт, когда сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. без проведения служебного расследования и без рекомендации дисциплинарной комиссии. По данному факту предлагаем Советам по этике рекомендовать отменить неправомерный акт Акима города Тимирдал. Процедурные нарушения могут привести к обжалованию актов и действий госорганов, говорит Илья Смедед. Именно поэтому при рассмотрении ответственности госслужащих стоит неукоснительно соблюдать все требования по оформлению и рассмотрению нарушений комиссиями госорганов. Антон Александров, Оксана Митюхина, Николай Шевелев. 5 канал.